также важным моментом является пьете ли вы и особенно какие спиртные напитки чем дешевле напиток тем ниже ран это по-моему ясно если вы пьете портвейн то следовательно вы понимаете какому рангу ближе а вы опускаетесь и как будет сложнее завоевать уважение мужчины это важно вообще честно говоря на первых там 2 3 свидания и не настоятельное не рекомендую пить вообще почему потому что так или иначе именно на первом свидании создается определенный ярлык который нас свойственно вешать на любого человека не факт он может быть неправильный мы иногда ошибаемся это понятно но ярлыки мы вешаем а это существует и это таки правда что мы с в у нас свойственно ввесить человеку ярлык и потом первое впечатление самое сильное когда приходит человек мы сразу видим этот ярлык эту надпись поэтому если вы знакомитесь с умным уважающим мужчиной для серьезных отношений значит следовательно он будет вас рассматривать как человека которые которые родить ему потомство значит его будет волновать не ваши стринги и не количество выпитого и не ваши даже пускай овальные круглые формы хотя это тоже не немаловажно потому что у мужчины любят округлые формы а женщины любят более угловатые формы ну допустим угловатые формы черепа там мужские форм а мужчины любят ну как бы фигура гитары песочные часы чтоб было попа чтоб были икры правильные которые дают как бы каблуки это все таки все работает на интуитивном уровне но суть не в этом если вы на первом съедании позволите себе там выпить бокал 2 вина то как бы вы себе сразу опустите рейтинг и в дальнейшем вам придется пробежать лишние пару метров этого рейтинга оно вам надо как бы не рекомендую особенно на первом время вообще распивать спиртные напитки кстати да есть такой факт что мужчина может себе позволить но будет категорически наблюдать за женщиной пьет она или не пьет если только она пьет он у него сразу сработает программа это она при мне пьет два глотка а без не меня может лужить стаканами к сожалению такая программа будет работать не знаю нравится не нравится но это факт также сам также важным моментом будет являться ваши атрибуты соответствие подобранной одежды я не являюсь стилистом но одно скажу точно одежда естественно должна быть опрятная не вызывающая это вот здесь вот надо или для знакомства на ночь надо вызывающая одежда это еще раз подтверждает тот факт что мужчины спятся дними а женятся на других если вы хотите выйти замуж то надо соответствовать уровню уровню встречи если вы идете в ресторан ну не надо одевать на себя на бедренную повязку наверное как бы вот так поверьте мне у мужчины работает фантазия и он найдет способ заглянуть вам под юбку заглянет он туда не так тайком а прям так раз и весь он 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 будет вот вот именно там именно весь там его сознание его глаза и дальше будет у него разграется какая-то фантазия которая будет вырабатывать тетрастерон это великолепно когда у мужчины много тетрастерона у высокоранговых кстати мужчин очень большой выброс тетрастерона и дофамина допамина в некоторых источниках его называют допамина в некоторых источниках дофамин это вырабатываемое нашим организмом вещество попадаемая в кровь которая отвечает за позитивный настрой за нашу уверенность себе за желание что-то изменить за нашу улыбку хорошее настроение если у мужчины нету дофамина или допамина то это говорит о том что мужчина не будет стремиться достигать каких-то успехов а вот уровень тетрастерона я вас буду учить как можно будет повышать мужчин именно уровень тетрастерона почему потому что именно этот гормон можно направлять не обязательно только в секс можно направлять на достижение успехов его можно направлять и на секс его можно направлять на получение денежных прибыли это как бы топливо для настоящего мужика для настоящего мужчины который действительно хочет что-то достигнуть так вот о вашем туалете как бы можно будет посмотреть я не буду четко разбирать ваш туалет но настоятельно рекомендую все-таки не в брюках ходить на свидание ну как бы это обычная одежда кстати которая мешает вам мешает милые барышни вам получать энергию земли в первую чакру как бы мешает она препятствует на наполнению вас энергия но об энергиях я не могу не буду говорить хотя могу очень долго разговаривать многие знают кто знает меня что я являюсь энергетом я являюсь мастер учителем рейки естественная энергия для меня не пустой звук а я кое-что в этом понимаю и разбираюсь мало того у меня есть собственная школа ну не об этом сейчас значит я рекомендую вам носить платья либо юбки матово именно в платьях и в юбках вы сможете сделать ну как бы невероятные реверансы для привлечения для обольщения мужчины не обязательно быть пошлой вызывающей но я вам дальнейшем буду показывать как возможно правильно использовать платье или юбку ну вот с брюками это будет сделать гораздо гораздо сложнее хочу соцентрировать внимание на вашей сумке для вот этих мужчин мы как бы говорим только о трех категориях мужчин почему потому что как бы эту категорию можно в принципе разделить на пополам чем ниже чем ниже управленцы и мы говорим об этих категориях потому что если об этих говорить тут особо стараться не надо у вас и так все получится если вы хотите достичь каких-то серьезных успехов то значит надо знать какие-то премудрости какие премудрости это категория мужчин если они управляют персоналом если у них есть люди и у них следовательно говорится налаженный бизнес производства и так далее и тому подобное как любой хозяин он любит порядок это я думаю понятно если он любит порядок как вы думаете он будет себе брать в жены женщину которая делает беспорядок ваша сумочка это постоянный ваш атрибут и в вашей сумочке ну я люблю шутить что в женской сумочке можно найти абсолютно все кстати вот такая сумочка она как правило у женщин полная и вот такая сумка она тоже как правило полная я как-то шутил я ехал с парой барышнями в машине и как бы надо было срочно отремонтировать машину и мне понадобились пассатижи ну плоскогубцы я обращаюсь к одной из барышней и говорю у тебя большая сумка у тебя должны там быть плоскогубцы у меня никогда не было там плоскогубцы ну зачем они мне надо я говорю все мы дальше не поедем надо пасскогубцы посмотри порой все в сумочке не может быть чтоб там не было там если бы хорошо порыться там можно найти холодильник и стиральную машину да в женской сумочке можно найти абсолютно все все что угодно ну так вот эта барышня орелась и нашла просто ну не плоскогубцы а кусачки большого размера и они оказались как бы уже абсолютно не нужны я уже полгода как забыла за них я вообще забыла за них они тупые они не режут я говорю о как раз мне надо будет перекусить там проводку и скрутить там для того чтобы доехать так вот это к чему я к тому что в женской сумке можно найти абсолютно все что угодно и вот когда вдруг женская сумка рядом стоит и вдруг вам кто-то звонит и вы переворачиваете эту сумку и начинаете оттуда вытряхивать оттуда выпадает не только мобильный телефон оттуда выпадают ключи салфетки помады туши тени прокладки что очень да красиво приятно особенно если это за столом как говорится холодильник стиральная машина оттуда выпадает все возможно и невозможно и блин ну где же этот мобильный телефон в этот момент именно эти категория мужчин будет за вами наблюдать как вы думаете какой руководитель какой хозяин который любит порядок захочет взять в собственную жизнь беспорядок приобретите сумочку с отдельным делением там где вы будете носить быстро доступный телефон и быстро доступные салфетки которые у вас должны быть кстати салфетками если вы хотите промокнуть кончики губ не обязательно делать это в лицо мужчине а вы должны по правилам этикета отвернуть лицо но глаза при этом держать на мужчину и промокнуть себе как королева свой великолепный красивый ротик запомните салфетки и мобильный телефон легко доступны быстро доступны дальше ваши ключи от машины или от чего-либо это важное правило и то что формирует первое впечатление об вас дальше поговорим еще что формирует у мужчины впечатление это ваш голос откуда он должен быть и исходить так что будьте как говорится с нами а нами это я будьте со мной с Виктаном жду ваших комментариев комментировать можно не только что вы согласны пишите с чем вы не согласны что вам не понравилось будем обсуждать я не боюсь каких-то каких-то взрывных комментариев не боюсь критики наоборот я люблю но аргументирую мою критику жду критику жду критику не как я выгляжу и моем лице или там что любят делать понравился не понравился я знаю понравился а жду критику согласны вы или не согласны со сказанным мною я надеюсь это понятно все обсуждения вы можете вести под этим видео и до новых встреч до новых встреч друзья до новых встреч